Банка сгущенного молока и шариковая ручка, зонт и батон. Что объединяет все эти предметы? Конечно, выбираем эти товары мы по самым разным критериям. Вкус, цвет, материал. Но при покупке предъявляем одно общее требование, чтобы были качественными. А что вообще такое качество продукта? Одинаково ли мы его понимаем? И как производители добиваются этого самого качества для своих изделий и услуг? Сегодня мы постараемся найти ответы на все эти вопросы. Над категорией качества задумывался еще Аристотель. С тех времен многие пытались дать универсальное определение этому понятию. Пока безрезультатно. Попробуем несколько упростить задачу. Что такое качество продукта или товара? И даже в этом случае однозначного ответа нет. Вот, к примеру, одно из четырех определений, которые приводятся в популярной интернет-энциклопедии. Качество, совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности. Казалось бы, все понятно. Главное, чтобы товар успешно справлялся с той задачей, для которой его, собственно, сделали. К примеру, шариковая ручка должна писать, не протекая и не вызывая неудобств при письме. Но это только одно из мнений. Возможно, кто-то добавит, что ему важна толщина стержня, и чтобы ручка не царапала бумагу. Иными словами, каждый из нас сам для себя определяет, качественный ли тот или иной товар или нет. Так что же делать с производителем, чтобы угодить, ну или, во всяком случае, постараться угодить большинству? Выход есть. В далеком 1946 году представители 25 стран встретились в Институте гражданских инженеров в Лондоне и приняли решение создать новую организацию, которая бы унифицировала промышленные стандарты. Так в мире появилась международная организация по стандартам. International Organization for Standardization или кратко ИСО. И это вовсе не аббревиатура, как думают многие. Слово ИСО образовано от греческого слова ИСОС, что означает равный. Советский Союз стал одним из государств-основателей организации. Развивалось ИСО очень быстро, ведь стандарты давали множество полезных сведений, новых подходов по вопросам качества, экологии и безопасности. Ну а в 1987 году свет увидела первая версия знаменитой серии стандартов ИСО-9000 – система менеджмента качества, основные положения и словарь. Затем появился стандарт ИСО-9001, который описывает требования к систему менеджмента качества. Знак этого стандарта жители Чувашии привыкли видеть на конфетах одной из ведущих кондитерских фабрик региона. Для того, чтобы получить право наносить на сопроводительную документацию знак соответствия стандарту ИСО-9001, необходимо, во-первых, разработать и внедрить в организации все процедуры, обеспечивающие качество готовой продукции, или, говоря профессиональным языком, систему менеджмента качества. Во-вторых, подтвердить соответствие внедренной системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ИСО-9001. Подтверждением соответствия системы менеджмента качества занимаются уполномоченные органы по сертификации. Работать по стандартам ИСО никого не заставляли и не заставляют. Дело это исключительно добровольное. Тем не менее, сертификация или просто соблюдение различных стандартов ИСО в российской бизнес-среде уже давно стало правилом хорошего тона. В Чувашии таких предприятий около 300. Калининская атомная электростанция, Ростовская, Белоярская, Ленинградская, а еще 5 ТЭЦ. К работе этих гигантов имеет отношение небольшое чебоксарское предприятие. Научно-производственное объединение «Каскад» специализируется на изделиях электротехники и машиностроения. Это различные аппаратуры для вот таких шкафов. Они помогают, к примеру, обеспечить бесперебойное электроснабжение, включить при необходимости аварийное освещение или даже задать частоту определенным технологическим операциям. Иными словами, это элементы автоматизированных систем управления на предприятиях. Детали для шкафов здесь разрабатывают, производят для них оснастку, то есть форму для отлива, а затем отливают и сами детали. В соответствии с стандартом ИСО-9001 для этой организации не просто делает честь, а необходимость. Наши поставщики, приобретая нашу продукцию, стали требовать внедрения системы менеджмента качества на нашем предприятии. И наше предприятие решило в соответствии с ИСО-9001, с требованием ИСО-9001 внедрить систему менеджмента качества. Любое предприятие, которое сертифицируется на соответствие стандартам ИСО-9001, разрабатывает свою политику. Для НПО «Каскад» это, к примеру, снижение числа претензий до минимума, освоение новых рынков, повышение конкурентоспособности товара и рост прибыли. После того, как цели намечены, разрабатываются средства и их достижения. Среди документов СМК были разработаны руководства по процессам. Эти основные процессы, всего четыре, они соответствуют жизненному циклу продукции. Например, это анализ заявок и удовлетворение требований потребителей. Второе – это закупки. Требования – это разработка проектирования продукции и в критериях результативности определены показатели, которым должен соответствовать процесс. Ежеквартально руководители заполняют аналитические записки, где определяют, насколько результативен их процесс. Если процесс не результативен, предпринимаются корректирующие действия. Но даже если процесс результативен, основной принцип ИСО-9001 – это постоянное улучшение. Все равно предпринимаются какие-то меры для того, чтобы процесс был еще результативнее. К соблюдению стандартов на предприятии подчинены практически все процессы. От оформления документов до контроля надежности готовых изделий. Выигрывают от этого все и поставщик, и потребители. Само же предприятие становится конкурентоспособным, его продукция востребованной. А главное – обеспечивается безопасность работы атомных электростанций. Следующее предприятие оценило преимущества работы по стандартам ИСО еще пару лет назад. Как это повлияло на производство и, главное, результат – смотрите сами. Современным железнодорожным транспортом уже во многом управляет автоматика. Вот такие электронные модули – это как раз элементы системы управления. Их РЖД закупают у различных поставщиков. Среди них – чувашское предприятие «Алтранс». Компания «Российские железные дороги» – клиент очень разборчивый. Чтобы выбор пал на продукцию чувашских производителей, руководству пришлось приложить усилия. Эта продукция разного назначения. То есть она используется и в системах управления интерполитеном, вагоном метро и тепловоздух различных модификаций. Сортификация соответствия системы менеджмента качества требованием ИСО-9001 предприятие получила в 2012 году. В чем преимущество вообще системы качества? В том, что они нормируют деятельность предприятия. И все люди, участвующие в производственной деятельности, они знают, они говорят на одном и том же языке друг с другом. Это требования наших потребителей, чтобы система качества предприятия соответствовала международным стандартам. Во-вторых, имея систему качества, не нужно на пальцах долго объяснять, что же ты хочешь от человека. Достаточно изучить все требования, все стандарты, которые мы сами, опять-таки, для себя разработали. И вот это, оно может привести и приводит на сегодняшний день к успеху. Впрочем, получение сертификата еще не означает, что он останется навсегда. Завент ППЛ «Транс» в свое время получил сертификат соответствия требованиям ИСО-9001. Сейчас у нас проходит плановый инспекционный аудит для того, чтобы подтвердить действия сертификата и убедиться, просмотрев все документы, что организация по-прежнему соответствует требованиям стандарта. Кстати, в планах руководство получит еще один сертификат на соответствие международному стандарту ИСО. Его можно назвать логическим развитием стандартов ИСО. Разработала данный стандарт рабочая группа Европейской Ассоциации железнодорожной промышленности. Как выстроить систему управления качеством, чтобы гарантировать выпуск качественной продукции? Стандарты ИСО универсальны и одинаково применимы к производству любой продукции – от электротехнической до пищевой. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Чтобы этот продукт действительно приносил пользу, а не вред, причем не только детям, но и взрослым, производителям приходится прикладывать немало усилий. Ведь в любой момент в цепочку от буренки до стакана потребителя может вклиниться слабое звено. Свести такой риск к минимуму может ИСО-22000. ИСО-22000 – это серия международных стандартов на системы менеджмента в области безопасности пищевой продукции. ИСО-22000 содержит часть требований международного стандарта ИСО-9001. Первый стандарт из этой серии опубликовали в 2005 году. В Чувашево придерживается, к примеру, Чебоксарский молочный комбинат. Данная система, она принята уже не только на нашем предприятии, не только в компании. Она известна во всем мире. Требования предъявляемой продукции и требования в этой программе, они универсальны для любого предприятия. И мы решили, что нет смысла придумывать что-то свое, а достаточно легко пойти по проторенному пути и работать по единым стандартам мировым. Поэтому мы решили остановиться на ИСО. Как и в случае со стандартом ИСО-9001, согласно требованиям ИСО-2005, предприятия разрабатывают свою политику и внедряют специальные базовые программы к управлению опасными факторами. Так специалисты молочного комбината определили потенциальные риски, из-за которых может испортиться продукция. Затем выявили, в каком звене технологического процесса может произойти сбой. Это называется контрольно-критическими точками. Ну а далее предприняли меры, чтобы ничего подобного не происходило. На практике это выглядит следующим образом. Для начала, чтобы исключить попадание на предприятие некачественного сырья на участке, где принимают молоко от поставщиков, берут пробы сырья, проверяют наличие ветеринарного свидетельства и герметичность старой доставки. Впрочем, даже если на этом этапе все в норме, расслабляться не стоит. Туда, куда мы сейчас собираемся зайти, в творожный цех не пускай без вот такого обмундирования. Это тоже соблюдение стандартов личной гигиены. Но нужно минимизировать еще один риск. Чтобы в продукцию не попали никакие народные предметы, все волосы прячутся под шапочку. Вход в ювелирных украшениях строго запрещен. Любые пометки разрешаются делать только ручками без колпачков. Иными словами, все, что может случайно оказаться в сырье, а затем в продукции, должно оставаться за дверями цеха. Кроме того, на предприятии действует так называемая политика стекла. Всем стеклянным и пластиковым изделиям ведется строгий учет. Работа смены в цеху начнется только после того, как все изделия проверят на целостность. Существует на предприятии своя лаборатория. Именно сюда отправляются пробы, которые берут на пункте приема молока. Все поставляемое сырье на нашу производственную площадку должно соответствовать требованиям ГОСТа федерального закона. В принципе, мы этого придерживаемся. А вся приемка у нас идет обезличенная. То есть нам поставляют пробы молока, им присваивается номер, и мы делаем входной контроль этого молока. Сейчас мы продемонстрируем в данном случае, как мы делаем входной контроль на антибиотике. На сегодняшний день мы работаем с тремя высокочувствительными тестами. Один из которых позволяет определить концентрацию антибиотика до тысячной грамма. Если тест окажется положительным, сырье забракует, и до потребителя оно не доберется. Подобные исследования, как и мониторинг других контрольно-критических точек, на предприятии проводят каждый день. На нами разработана была политика в области управления пищевой безопасностью, с которой мы ознакомили всех своих сотрудников с целью их вовлечения во все процессы данной системы. А мы регулярно пополняем уровень знаний своего персонала. У нас есть 10 основных программ управления пищевой безопасностью, по которым мы обучаем свой персонал. А мы стараемся получать обратную связь от своих сотрудников, от поставщиков, в принципе, и от потребителей. А для этого на нашу упаковку вынесем телефон горячей линии, куда может позвонить любой человек. Что ж, по стандартам ИСО 22000 предприятие уже работает. В планах на ближайшее время подтвердить это сертификатом соответствия. Это были примеры промышленных предприятий, однако сертифицируются на соответствие требованиям стандартов ИСО и организации, которые оказывают услуги. Пожалуй, в данных случаях рядовой потребитель может почувствовать эффект от внедрения системы менеджмента качества, не отходя от кассы. Думаю, не ошибусь, если скажу, что особого удовольствия поход к зубному врачу не доставляет никому. Сделать эту необходимость наиболее комфортной также может эффективность системы менеджмента качества. В 2004 году было принято решение администрации города Чебоксары объединения всех стоматологических клиник на юридическое лицо. И когда мы объединились, были четыре разных поликлиник, работающих по разным направлениям, не было никаких стандартов, никаких системных мероприятий. И тогда мы как раз начали в 2005 году заниматься вопросом стандартизации. Мы были первыми в этом направлении стоматологии, шли методом тыкания. Ну и, слава богу, скажем так, что в 2008 году мы встретились с компанией, которая как раз занималась системой менеджмента качеств Чувашской республики. Но у них тоже не было, скажем так, медицинского направления. И совместно с этой компанией мы начали заниматься. И в 2009 году мы первый раз прошли сертификацию. Изменения, которые пришли вместе с сертификацией, пациенты могут почувствовать сразу, как только оказываются в стенах медицинского учреждения. Введение и, будем так говорить, совершенствование, постоянное совершенствование системы менеджмента качества подразумевает, и мы этим занимаемся, разработку и введение внутренних стандартов клиники. Вот одним из внутренних стандартов клиники является как раз стандарт доведения пациента от входа в поликлинику до конкретного врача-стоматолога. Сами прекрасно знаете, что этим занимаются и регистраторы, и администраторы. Во всех поликлиниках сети изменили дизайн регистратуры. Изменения коснулись не только внешнего вида. Сотрудники регистратуры прошли специальные курсы. Для них разработаны специальные стандарты телефонных разговоров и беседы с пациентами у стойки администрации. Кроме того, медицинский персонал постоянно повышает квалификацию в учебном центре поликлиники. Стоматология не стоит на месте. С каждым годом, с каждым даже днем стоматология все время совершенствуется. В стенах нашего учебного центра постоянно повышают квалификацию наши сотрудники. Это посещение мастер-классов, это посещение семинаров, которые проводят великолепные специалисты, мастеры своего дела, которые не только в России, но и зарубежные специалисты. Подтверждение качества продукции, а значит, сертификация на соответствие стандартам становится требованием времени. И, как показала сегодняшняя программа, бояться этого не стоит. Ведь внедрение системы менеджмента качества – это не обязанность, а скорее право. Право постоянно улучшать управление предприятием и, как следствие, конечную продукцию. А значит, завоевывать новые рынки и симпатии потребителей. Редактор субтитров А.Семкин